Здравствуйте, дорогие любители книг, любители поэзии. Сегодня я хочу показать несколько книг из своей библиотеки, посвященные кинорежиссёру Андрею Тарковскому. Его при жизни уже называли гением, по-другому его называли поэтом кино. Его картины вмещают целый космос, музыку, живопись, философию, поэзию. Михаил Ром, когда Тарковский поступил в его студию, говорил, запомните это имя Андрей Тарковский. Это первая книга из моей коллекции о Тарковском. Она, эта книга с историей. Я её выиграла в книжном магазине, разыгрывались книги по искусству, и победители сидели с большими альбомами по живописи. А мне досталась вот эта книга. Не скрою, я была разочарована, потому что в те времена у меня были сложные отношения с фильмами Тарковского. Многое я не понимала, некоторые даже раздражало. Но всё равно эта книга. И каково же было моё удивление, когда я открыла её дома, она захватила меня полностью. Я читала весь день, вечер. И с этого дня у меня начались открытия Тарковского. Это книга издательства «Москва. Искусство» 91-го года. Это получилось собрание сочинений о семье Тарковских. Я покупала это в разные годы, но получился вот такой трёхтомник. «Арсений» – это отец Андрея. И книга «Арсений и Андрей Тарковский». Автор – Волкова. Отец Арсений Тарковский был большим поэтом. Но так же, как и сын, власть у нас не признана при жизни. Вот его фотография. Был очень красивым человеком. Вот Арсений Тарковский с Андреем Маленьким. Вот с Андреем Андройским. Хорошо рисовал. Вот этот дом, где я живу, Андрей Тарковский первые годы. Это Мария Ивановна. Фотографировалась тоже в этом доме на щипке. А вот её замечательная фотография. Вот если вы видели фильм «Зеркало», первые кадры начинаются с памяти о матери. Вот эта фотография вошла в этот фильм. Книга «Арсений и Андрей Тарковский». Вот студент Вика. Это первая жена Тарковского. Как вспоминали, она была тоже режиссёром последующим. По характеру очень сложная, холодная, закрытая. Но Андрей был влюблён страстно. Вот уже Андрей с первым ребёнком. Это Андрей на съёмках первого своего фильма «Иваново детство», за которое он получил первую премию международную на Венецианском фестивале «Венецианского льва». Это Андрей на природе. Это рабочие моменты съёмок. Вот замечательная фотография. Андрей за чтением. В каких-то воспоминаниях меня поразило, что у него была после студенчества небольшая библиотека, но он никому из этой библиотеки не давал читать. Это Андрей на съёмках. Третью книгу листать не буду, здесь очень слабые фотографии. Но они практически повторяют первую и вторую книгу. Следующая книга – это книга «Воспоминания». Здесь написано о Тарковском «Воспоминания 25 человек». Это его друзья, его родные, его операторы, кинорежиссёры и просто людей, которые при жизни восхищались Тарковским. Книгу показывать не могу, потому что она рассыпается на листочке. Вот один листочек из этой книги. Это из фильма «Зеркало». Здесь снимается Олег Инковский в роли отца. Дело в том, что у Тарковского были сложные отношения с отцом. Когда ему было 3 года, а его сестре полтора года, отец оставил их и ушёл в другую, вторую семью. Вот здесь кадр из зеркала, где дети встречают отца, когда он пришёл с войны. Арсений Тарковский получил очень большую рану, потерял ногу, его от гангрена спасла вторая, его жена. Вот этот кадр, щемящий. Здесь плачет отец, плачут дети. Эта встреча и радостная, и трамбическая. Следующая книга очень ценная, потому что её нигде не достать и ценная по самому содержанию. Её написала Марина Тарковская, сестра Андрея, которым она восхищалась, с которым очень-очень дружила и которая проводила его последний путь. вот это издание, издание «Вагрюс», Москва 2006 года. Вот сама Марина. Я восхищаюсь и этой книгой, и самой Марины. Женщина такая любящая своего брата, отца, мать. Здесь масса фотографий, но их показать практически невозможно, потому что они маленькие. Тут фотографии военных умён. Вот ценная фотография. Если видно, будет. Это мама Светкой Калины, 1935 год. Когда их как раз оставил отец. Вот фотография самой Марины, ещё девочки. Очень хорошая фотография. Вот единственная фотография. Это прощание с Андреем Тарковским во Франции. Вот следующая книга. Она очень интересная, потому что это воспоминания переводчицы и помощницы Андрея Тарковского. Чем примечательно тем, что очень много воспоминаний о Тарковском, когда он был за границей. А этих воспоминаний довольно мало, потому что его уже окружали иностранцы. В своё время она и Тарковский поссорились из-за каких-то денежных дел. Но чем эта книга хороша? Тем, что очень-очень много подробностей о его семейной жизни, о его творческой жизни. И самое главное, она была свидетельницей на награждение Тарковского за фильмы за границей. Это Москва, зебра 2002 года. Ещё чем примечательна эта книга, тем, что здесь много цветных фотографий, причём фотографий профессионалов. Вот Тарковский со второй женой и вторым ребёнком Андреем. Это семейные фотографии. Вот какая интересная фотография на русских просторах называется. Это на съёмках Соляриса. Это его дом, который он покинул, ехав за границу. Это его вторая жена. Это Андрей в творчестве. это на кухне Солоницином, который снялся в нём в двух фильмах. Много посвящено в этой книге жене Тарковского. Жена очень интересная женщина, красавица, энергичная, сильная, пробивная. Многие её обвиняли в том, что под её давлением он остался за границей. Но об этом узнают только они вдвоём. вот это Виталия. Она очень любила Тарковского, очень много делала для него, создавала уют, строила дом, была прекрасной хозяйкой и помогала ему в творчестве. Чтобы они не взберлили. Вот перед премьерой Бориса Будунова поединок в шахматы. Это называется фотография в чужом доме. Это скитание Тарковского за границей. Вот его эффектная жена. Вот это очень знаменательная фотография, очень интересная. Называется в ожидании решения жюри. Тут Тарковский, Сириане, Инковский и все-все. Это Тарковский снял фильм «Ностальгия» и все ожидали, в том числе, что будет первая премия, потому что это действительно самый изумительный фильм в его фильмотеке. «Ностальгия». получилось так, что ему не дали не то, что никакого места, а дали унизительный приз, так называемый утешительный. Само название говорит за себя. И это оказалось последней каплей. И это тоже сказалось на том, что он остался за границей. Якобы против его премии первой был Бондарчук. нету никаких документальных свидетельств, так это было или нет, но руководство Тарковского в стране не любило, и он остался за границей. Следующая книга воспоминаний Александра Гордона об Андрее Тарковском, не утолившей жажды. Это был близкий друг Андрея. Они вместе учились на режиссёров, окончили режиссёрские курсы. И что интересно, Александр Гордон стал не только его другом, но также родственником. Он женился на Марине Тарковской. Это продолжение воспоминаний Марине Тарковской. Эту книгу она посвятила отцу. Книга «Судьба моя сгорела между строк». Здесь воспоминания о Тарковском перемежаются со стихами большого поэта и идут комментарии самой Марины. Издательство Москва 2009 года. Вот замечательная фотография самой Марины. Очень красивая фотография отца. Здесь эта фотография детства. Это фотография Арсения Тарковской со своими внуками. Следующая книга «Жертвоприношение» Андрея Тарковского написана Николаем Болдырева. Она очень значимая. Ее написал футоволок философ знающий искусство дзин. он очень глубоко исследовал творчество Тарковского. Здесь можно зачитывать в записи каждую страницу. Жалко, что нет таких возможностей. Он в этой книге собрал как бы все воспоминания, все книги, которые я перечисляла в предыдущих книгах. В своих воспоминаниях и дневниках Арсений Тарковский писал, что всем хорошим в жизни я обязан матери. Это действительно удивительная женщина. Она одна воспитала двоих детей с трех полутора лет. Несмотря на все тяжести и даже голод, она дала им всем высшее образование. Тарковский учился в живописи, учился в музыкальном училище, потом поступил в институт востоковедения, который он бросил и не закончил. Мать была встревожена тем, что он может попасть в плохую компанию и отправила его в партию геологов. Вот его фотография, ее фотография. А вот это рисунок дома очень значимый, потому что у нее была установка, что дети должны жить на природе, должны жить на воздухе. Как бы плохо ни было с деньгами, она каждое лето снимала или дом, или дачку, и они жили в деревню. И вот эту любовь природы, вот эти все съемки травинок, леса, которые у Тарковского в фильмах, это все-все привела любовь его мать. И когда он снимал фильм «Зеркало», построили вот именно вот этот дом, и в память о матери он посадил гречишное поле, которым они любовались в детстве. В какой-то книге я прочитала, что до Тарковского нужно дотянуться. Тарковский очень любил живопись, любил музыку Баха, старинных музыкальных мастеров, очень любил природу. Лично я фильмом Тарковского пришла через книги о нем, которые сегодня показывали, которые есть у меня в библиотеке. Спасибо. До свидания.